Я бы хотел сказать о неких помехах у нас внутри. Вот одной из помех является чрезмерная европоцентричность нашего сознания. Вот Европа, это у нас всё ещё подсознательно, это всегда плюс, ну очень многих. Потому что мы как бы часть Европы, и мы хотим быть европейцами. Европа уже другая. Нет той Европы, которая, безусловно, хороша в российском сознании. А многие ценности, о которых по инерции всё ещё говорится в Европе, они уже реальными ценностями не являются в том смысле, что эти ценности не ценны для Европы. Ну, например, свобода слова. В России гораздо больший диапазон свободы слова, чем в Европе. А мы всё ещё считаем, что как бы мы вот что-то такое. Я объясню, что я имею в виду, у нас отчасти свобода слова шире, потому что у нас нет традиции этой свободы слова. У нас мы беспредельщики здесь. То есть у нас, вы можете говорить в эфир, что там, в телевизионный эфир, что Петербург, там, Ленинград, Ленинград во время блокады, писатель Виктор Ерофеев, русский писатель, может говорить, что его нужно сдать было. Я ничего подобного не могу себе представить в Англии, чтобы какой-то английский писатель сказал, что Лондон нужно было бы сдать. Ну, это не лезет ни в Киеворота. Что у нас на радио, условно говоря, Ксения Ларина может сказать, что меня от патриотизма тошнит червяками и вишневыми косточками. Ничего подобного вы не услышите в Европе или в Англии, как на острове. Или у нас, если взять другую сторону нашего, так сказать, свобода слова, вы можете услышать, скажем, от писателя Проханова абсолютно космическую, так сказать, высоту патриотизма, ярко-образную, золоченую, глубокую, поэтичную и так далее. То есть таким языком в Европе тоже уже никто не говорит. Я просто вам принял примеры, диапазоны нашей свободы слова. И мы, конечно, можем этим гордиться, но считаем, что нам её всё равно мало и так далее. По принципу, объявленному Достоевским, так сказать, русские – это бездна внизу и бездна вверху. Это Европу пугает. И, тем не менее, нас всё равно продолжают обвинять в чём-то, а мы постоянно равняемся на Европу. Европа вводит санкции. Европа не готова понимать Россию. Она не готова понимать, что произошло с Крымом. Она не готова понимать, что происходит на Украине. Европа вводит санкции. И, в общем, здесь ситуация, когда насильно мил не будешь. Но сила России в том, что она не только европейская страна. Я считаю, что европейские ценности мы сохраняем в себе именно как свои ценности, потому что Европа во многом была построена усилиями титанов русской культуры, и Чайковского, и Достоевского, и Толстого, как крупнейшими философами именно в системе европейского мышления. И мы не отказываемся. Это наш общий суп, и мы не отказываемся от него абсолютно, который мы сварили. Но в то же время вот эти санкции дурацкие, абсолютно постыдные, я бы сказал, они дают России большой шанс именно развернуться на восток. Мне кажется, что самое худшее, что могло бы сейчас случиться с Россией, это отмена западных санкций. Потому что мы бы опять расслабились, мы бы опять там, страшно об этом подумать, сказали бы нашим производителям, которые взяли за дело, что да не надо, мы сейчас купим это на Западе, то есть создав для них невыносимые условия. Мы бы отказались от контрактов с Латинской Америкой, с Турцией, с Индией, со многими поставщиками, которые заместили наш импорт из Западной Европы, и второй раз бы они нам уже не поверили, ну и так далее. В общем, ничего хорошего в этом нет, в отмене санкций. Поэтому воспримем это как шанс.